здравствуйте дорогие болельщики здравствуйте дорогие друзья мы снова в новогорске на сервис у нас очень классный гость игрок молодежной сборной и футбольного клуба цска константин кучаев по традиции мы собирали ваши вопросы и сейчас самое время задать их константину кость привет здрасте спасибо что ты согласился ответить на вопросы наших болельщиков будем говорить с тобой про сборную будем говорить про клуб ну естественно немножко про личные твои интересы потому что болельщика всегда интересуется прежде всего этим ну и для начала поздравляю во-первых с победой не добытой твоей командой расскажи как твое здоровье то чтобы болельщиков это вот очень сильно интересует как твое самочувствие как нога сейчас в принципе хорошо и потихоньку начинаю набирать кондиции играть тренироваться вот поэтому сейчас все нормально и надеюсь будет все в дальнейшем тоже хорошо интересуется болельщики удивился ли ты вызвал сборную какие были эмоции кто сообщил как узнал ну есть честно удивился потому что я провел там немного игр и я даже не рассчитывал вообще ехать сборную я думал что поеду домой врезать уже распланировал все и даже из слухами слышал что хотят вызвать но все равно не верил думал что вряд ли но оказалось что правда кто сообщил я как-то сам по моему увидел просто в интернете из газет на нам михаил михалыч приезжал на базу вот разговаривал и и с тренером с виктором михалычем ну и тогда я уже понял что я думаю он разговаривал по поводу нас всех то кстати строже виктор михалыч или михаил михалыч и люба михалыч и строгие все тренера строгие наверное в каком-то плане не они на самом деле нет такого что прям жестко везде держит просто нужно знать где можно допустим как ты поговорить старинем а где нужно его слушать и просто выполнять что он говорит с кем на сборы живешь связи почему потому что много всяких шуток в интернете которые мне показывали я сам даже не подозревал что вообще кто-то этому значение придает но оказалось что много разных шуток по этому поводу болельщики спрашивают как ты относишься к тому что федора привлеки в молодежку а не в националку вообще как ты этим относишься как думаешь он где болезней наверное было бы и вы вернее даже не тоже полезнее вот где нужнее ну не знаю мне кажется это не мне решать наверное где он нужнее как на это смотреть я только за что он здесь потому что нам не помешает еще один хороший футболист в команде и мы от этого будем только сильнее поэтому я рад что он в нашей молодежной сборной ну не знаю раз ли он сам или нет но мы же в одном ныре может как-то обсуждали может он смотрит глазами туда направо нет причем на такого вообще нет для нас тем более для него лучше и в любом случае играть наверное чем просто ездить сборную для галочки впереди два важных матча стартовать придется с тяжелейшим соперникам со сборной сербии что знаешь про них успели обсудить с михао чем вообще целом а сербском болгарском футболе что расскажешь что думаешь поговорить мы еще не успели потому что у нас был вчера только тур мы вчера ночью сразу после игры приехали сюда и вот сейчас мы записываем это видео до теории как раз я думаю сегодня мы начнем этого разговаривать вот поэтому пока не успели ну и в принципе я думаю рано еще прям слишком загружаться потому что еще несколько дней до игры поэтому я думаю нужно пока успокоиться после тура российского и уже через пару дней реально уже начинать заботиться о игре сербии а ты долго отходишь от матча быстро ну в физическом плане физическом психологическом долго прохожу в голове матч после травмы да получается долго потому что нужно больше времени на все больше профессионального восстановления больше разных процедур но и само состояние тоже требует восстановление более длительного чем когда до травмы потому что допустим я после игры чувствую ноги по-разному поэтому пока вот пока я только начал играть восстановление после игр ну такое непростое а психологическом плане быстро засыпаешь или засыпаешь прокручиваешь какие-то моменты не может быть где после игры я вообще почти не сплю там допустим после спартака вот когда мы проиграли я в 7 утра только спать лег засыпаю очень тяжело потому что все тело болит ноги зудят еще эмоциональный подъем или наоборот спад бывает поэтому засыпаю очень тяжело мы вспомнишь какие-то свои моменты вот тут вот я упустил тут помочь играть бы лучше у меня постоянно такая есть ерунда на голове что я даже после тренировок могу прокручивать сидеть думать ну вот тут надо было так наверное тут надо было так сделать может это в каком-то плане хорошо может каком-то и плохо потому что это мне мешает допустим потом сконцентрироваться на чем-то другом потому что я приезжаю домой и начинаю прокручивать покручивать или так могу сидеть и допустим плохо отдохнуть или еще что-то с кем из ребят хорошо знакомы из нынешней молодежки с кем хуже ну понятно с армейцами с кем-то из ребят других клубов пересекался раньше да мы с несколькими ребятами еще по юниорской сборной когда мы еще в 98 году играли знаком с некоторыми впервые вижусь но в принципе мы все в футбольном мире друг про друга слышали друг о друге что-то знаем поэтому с этим я думаю ничего сложного не будет кто является для тебя примером из основной сборной может быть если он есть примером прям как такового нет наверно у нас хорошая сборная но именно примером нет потому что мне кажется человек должен каждый строит свою какую-то линию жизни с быть примером может сам для кого-то для меня такого примера наверно не у нас впереди домашний матч серби гостевой из болгарии где тебе лучше играть на выезде или дома стены помогают до играть дома намного легче чем на выезде свои болельщики очень большой вклад на самом деле вносит может они конечно так но не думают насколько это серьезно на самом деле когда играешь при своих трибунах это намного легче как бы дается и и сопернику в этот момент тяжелее намного чем допустим он бы играл дом давай немножко про футбол поговорим не имеется виду не про клубные не про сборная вообще про футбол традиционный вопрос очень часто я его задаю ребятам есть естественно тебя мечта поиграть европе в каком чемпионате ты хотел бы поиграть ну мечта на и но у каждого футболиста такая есть потому что ты как другой мир наверное вот тем более не знаю это супер тяжело сделать наверное почему-то из российского чемпионата не знаю почему потому что мало российских игроков уезжает хотя по уровню у нас много хороших футболистов которые могли бы играть за границей поэтому я думаю мечта есть у всех такая и не исключение а насчет чемпионата где прям серьезно не думал эти вопросы но в принципе я бы наверное от любого чемпионата не отказался вообще в любом выиграл ну хорошо проще давай какая любимая команда зарубежная зарубежная одна это милан но это сложилось просто с детства даже то что они сейчас кризисе я продолжаю за них болеть там переживать и ругаться на них вот но это просто с детства потому что у меня первая майка была как камни родители подарили и как-то с этого все пошло когда он еще играл в милане и я с этого времени не знаю лет наверное 10 назад начал болеть и вот до сих пор как как умер на тот момент да ну вообще я думаю один из не прям кумир но игрок которому нужно выразить большой респект это точно потому что его поведение его игра но я оцениваю игру и поведение самого игрока как как он себя ведет вот поэтому мне какая симпатизирует как вообще личность а кто еще из футболистов не то чтобы хотел быть похожим но вот по стилю игры тебе схож и вот ты бы стремился к его уровню по стилю не знаю я думаю свой стиль сравнивать с какими-то звездами вообще не бессмысленно но именно кто мне нравится это иньеста всегда нравился вот опять же и как играет и как себя ведет вообще в жизни там быту и ну банально это весь тогда банальный вопрос мы месси рональдо кто прочь ну если я сейчас сравню это блин потом война начнется на какая-то поэтому я скажу что они просто два разных игрока на разными наверно задачами вот симпатизирую я больше месси какая позиция на поле для тебя идеально хорошо даже скажем так удобнее детьми комфортнее всего ну комфортнее всего мне в центре поля но я думаю что я еще не дороже до такой есть там такого статуса игрока где мне будет идеально куда меня ставят поэтому к тебе поставят в принципе там и буду играть вот но для меня вот комфортнее всего наверное в центре получит опорника или плеймейкера какая имя с центральной позиции ну на самом деле тут небольшая разница но может быть больше к атаке поудобнее было бы но в принципе тут разницы особо нет а в действии на какой позиции игра потому что всякое бывает иногда вратари не сразу становится вратарями и наоборот в детстве играл последнего защитника ну вот у нас была задача в мяч выносить в касание его все время выносил дальше всех поэтому меня ставят последним защитником потом когда рос то меня больше вперед как бы передвигали идем дальше какими качестве должен обладать полузащитник да мне кажется сейчас всем плод должны обладать всеми качествами и нужна и скорость и мощь и техник и как бы мышление но больше всего это все-таки мышление я думаю решает потому что даже на любой позиции не обязательно получить ник потому что бегать прыгать там это все конечно хорошо но думать это наверно самое важное на поле идем дальше вопрос лучший твой забитый гол я наверно перефразирую его самый памятный мяч который ты забил для тебя какой ну я особо не забивал музыка искать самый памятный потому что самый большой гол на самом высоком для меня уровне получается поэтому это гол с манчестером самый сложный матч в карьере самый сложный это наверное с арсеналом был на выезде когда меня поставили правого латераля где мне вообще где неудобно было я первый раз вообще вышел на эту позицию и меня поставили сразу с арсеналом и я просто вообще очень мил мне там так за крутые позвонки что просто ковец и на минуте на 60 я помню что уже все я уже не могу меня уже просто принизили так что вообще не до невозможности я поднимаю голову и просто около меня четыре человека стоят они все ко мне на фланг сместились и вчетвером начали меня короче полоскать там на фланге я есть в какой-то футболист который тебе будет страшных снах снится который вот тебя возил так что ты уже вот как вы машете с арсеналом и это может быть это как раз мать был рекорд может еще был страшный соперник ну вот чтобы прям один соперник такого не было они как бы нет такого плана как допустим месси берет мяч и начинает всех обыграть такого не было они могут обыграть одного но прям настолько проходить дриблингом они этого не делают они очень умно играют и когда ты просто поиграешь даже против таких соперников ты вообще понимаешь чем надо стремиться и вообще футбола люди играют три лучших российских футболиста на данный момент ну это наверное голова наверно я думаю потом марио если можно русским считать можно марио футболку не нам как он говорит вот и еще но мне миранчук нравится лёш или антон лёш наверное я их просто путаю постоянно вот которые левша мне как бы нравится как играет лёша по-моему кстати пример головина те как-то что на самом деле путь зарубежный чемпионат не такой уж может быть и сложный как кажется ну да больше даже не то что вдохновляет мы рады за него и может и ну теперь каждый даже не то что мы все понимают что возможно уехать и ничего в этом страшного нет тем более он уехал вообще не зная языка не знаю ничего по другую страну и вообще большой молодец поэтому я думаю все сейчас понимать что нужно ехать и может быть он как-то проломил окно в европу созвонить и списывайтесь что вообще он говорит потому что нам-то на но расскажет а вам он все как она на самом деле есть ну последнее время мы не списывались потому что в основном мы играем в компьютеры там общаемся в это время но последнее время мы не играли потому что и у нас напряженные отрезки сейчас и ответственные у него тоже там очень ответственное время поэтому последнее время нет ну вот сейчас я думаю пока мы в новокорске и основная сборная тоже здесь я думаю мы пообщаемся сейчас когда встретимся во что играете то во что нынешнее поколение молодой в контер-страйк и в паб джи а фифу как же фифа мне не нравится с каждым годом только хуже и хуже становится то есть не знаешь какой у тебя там скилл не да мне скилл даже и не интересен ну какой мне там не сделали мне вообще на это без разницы потому что это на меня это никак не влияет не воздействует поэтому сколько хотите там довольно интересный вопрос не часто такой присылает если бы ваших сил и было бы изменить какое-нибудь правило в футболе то какой бы ты изменил или отменил и может быть какой бы добавил для меня на и больная тем самая это когда отбирается мяч и допустим но футболист начинает помогать себя руками и трактовок вообще никаких нет то есть где-то могут свистнуть где-то могут не свистнуть где-то я могу допустим игрока придержать как-то рукой отнять мяч мне это не свистнут где-то придержу свистнут и вот это вот для меня вот это вот где включать руку где не включать за что фолл ставят за что нет для меня вот это наверное самая больная тема а добавить наверное я бы ничего не добавил потому что и так слишком много правил куда еще добавлять там разные какие-то как относишься к появлению в арфутболе это очень такая сложная тема много дискуссий на эту тему происходит ты за или против мне не нравится я против вар потому что может ты конечно где-то будут забиваться голы не по правилам где-то какие-то фолы упускать но опять же я на примере сити даже удостоверился в прошлом году в лиг чемпиона потому что там свистеть офсайды где три сантиметра ты дальше чем защитник ну как по мне то зрелищность футбола падает и всякие паузы вот допустим как у нас локомотивом когда на пенальти пауза была пять минут то есть ты уже просто весь тину устал то есть у тебя мышцы все уже просто обратно пришли в состояние кого-то ты не играл тебе заново надо разминаться пока там судья решает поставить пенальти не ставить то есть там уже все думали хоть уже что-нибудь поставь чтобы мы продолжили играть потому что ну куда пауза пять минут то есть футболисту надо заново разминаться получается поэтому мне вар вообще не нравится как ты считаешь в каком возрасте уже поздно начинать заниматься футболом и в каком начал ты я начал во втором классе по моему втором классе это на лет лет восемь лет восемь наверное где-то примерно вот но на самом деле мне кажется никогда не поздно в принципе начинать смотря конечно насколько далеки твои цели там допустим стать профессиональным футболистом то наверное лет 15-16 поздновато начинать вот так в принципе ну и бывает так что допустим человек играет во дворе не задумывается ему там все нравится но в итоге его может заметить какой-нибудь селекционер и допустим у него какой-то талант и в принципе можно даже может и в 15-16 попасть в футбол и заиграть главное просто наверное верить тренироваться и все получится а ты как попал в футбол расскажи кто тебя привел самостоятельно решение я на самом деле даже не замечал всякого футбола ну то есть я постоянно играл во дворе но я не осознавал такого что я хочу им заниматься но просто играл и играл и потом просто пришел к нам тренер во втором классе просто собирал группу чтобы тренировать и он просто пришел в классе кто хочет приходить тогда то в это время вот и мы такие все то есть у нас пацаны все поддержали я думаю ну ладно пойдем я с вами и в итоге остался только я пацаны там через неделю забросили все больше никто не ходил терпеливый молодец дать совет начинающим футболистам как с чего начать и как продолжать я думаю не бросать главное то есть потому что много кто начинает заниматься и там через год даже бросает ну то есть год кажется много на самом деле это вообще немного и бросают через год думаю что ну какой смысл то есть не бросать ни в коем случае второй пример у меня есть это то что нужно подобрать круг людей с которыми которые тебя будут поддерживать и толкать вперед а не допустим на какую-то другую дорогу ввести жалел хоть раз что связал свою жизнь футболом нет с этим вообще никогда не жалел потому что мне нравится это этим заниматься и то есть мне это не в напряг нет такого что не знаю нафиг этот футбол не нужен зачем я вообще чтобы такого вообще никогда не было потому что мне нравится этим заниматься и этому такой не будет если не футбол то что вот в детстве кто-то мечтает быть космонавтом кто-то дальнобойщиком у тебя были мысли я думаю в детстве я тоже думал быть космонавтом но это наверное банальная ерунда когда ты особо не вникаешь совсем маленькие когда подрос но я уже тогда понимал что я уже свяжу свою жизнь футбол на когда я подрос и так более-менее начал размышлять но думаю что я бы наверно связал как свою жизнь с машинами возможно я думаю в этом каком-то направлении двигался гонщик ну скорее мне гонщика наверное какой-нибудь тюнер затюнивать тенинговать там что-то там делать не знаю что-то такое больше не гонщик а вот что просто удовольствие от них получать но не гонять любишь машины в общем но машины на и мне нравится какая любимая марка вообще может быть конкретно автомобиль любишь марок много разных поэтому любимую любимую мне больше всего нравится бмв но в принципе много хороших каждому на свое вот но мне просто еще нравится там что-то узнавать там как их тюнингуют там прибавляют лошади силы за сколько что она поедет в общем я в этом еще фанатея немного в общем после профессии после футбола уже определились невозможно знаем как машина повезем на тюнинг очень много вопросов у болельщиков про травму это такой тяжелый период который проходит очень много футболистов поделись своим опытом видимо ребятам может кого-то тоже такая судьба была и интересуется какие были первые твои мысли психологии как справлялся кто помогал вообще в этот тяжелый период сначала когда получил травму я вообще не у меня был шок я вообще даже не думал что мы что случилось что я просто чувствовал что как бы что-то не то и все потом я пришел по трибунку там мне посмотрели наложили лед у меня нога начала вообще зудеть я курю снимите я вообще не могу у меня разрывает и я сразу спросил что-то они там у нас тони физиотерапевт я не спросил сразу что там все серьезно вот я не знаю вот они просто не хотели нас расстраивать потому что там было загонской потом он не сказал что там было сразу все понятно вот и я просто сидел в раздевалке и плакал и все наверное потом поехал домой после игры когда уже игра закончилась поехал домой сейчас на поле когда выходишь есть какой-то страх опасения в стыке идти наверняка да не опасения нет просто я больше я бы не сказал что я прям играю и вообще ничего не чувствую там бывает что я чувствую что у меня как-то еще не до конца нога видимо пришла еще в себя вот но опасения как такового нет в принципе игра и вообще не думаю посещал или в долге восстановить на период мысль о том что фуд из футбола может быть и вообще придется закончить или все цель было такое когда я получается восстанавливался но я долго восстанавливался и то есть я останавливался и у меня постоянно колено воспалялась и текала хотя я все делал по максимальному то есть я выкладывался там не знаю больше чем на тренировку даже наверно у меня вставала я вообще никуда не ходил просто лежал дома приезжал опять тренировался опять лежал дома там всякие процедуры делал я уже купил уже домой себе game ready normatec все это делал то есть но это не дешевые аппараты вот и все равно ничего не помогало и после этого я некоторое время реально думал что придется закончить думала что если я не смогу играть больше и то есть я могу допустим короткий период тренироваться и все нормально но я не могу допустим выполнять какую-то большую работу тоже меня колено дает реакции потом после реакции этой когда колено воспаляется я вообще не могу не бегать ничего не делать я об этом думал я уже даже не то что думаю я уже смирился уже с этим я уже думал но все сейчас по ходу все и кто помог в этот тяжелый период идти до конца и не потерять веру я наверно кого сдолбал своим поведением потому что я реально у меня там и крыша ехал немного потому что то есть я вообще там никуда не ходил у меня была паранойя что вот я сейчас куда-то пойду и лишний раз нагрыжу колено и лучше не надо никуда ходить то есть я вообще даже не знаю до магазина наверно не выходил там не ездил просто сразу домой и все вот и помогали многие помогал но больше всего на девушка потому что она всегда была рядом ну я больше всего и на и мозги вносил а так потому что родители в другом городе им полегче на это пришлось но все равно родители ко мне тоже приезжали со мной мучились вот я даже помню когда получается после операции я ходил на костылях и приехал отец то есть у меня есть брат младший тогда он был еще вообще маленький и то есть мама осталась с братом папа приехал ко мне в москву чтобы мне там помогать что-то готовить там что-то делать не знаю даже мыл мне ногу потому что у меня она была в гипсе я не мог до нее дотянуться то что мне больно было все просто сидел и он мне там то есть до такого доходило и от этого у меня тоже были слезы и что я вот дожил до такого что у меня отец вот так вот помогает но слава богу все это позади скажи мне что в тебе изменилось после травмы ну я больше стал наверное профессиональный намного причем потому что раньше я мог прийти на перед тренировкой там буквально покрутить велосипед там потянуться выйти на тренировку и все нормально потом приехать домой там пойти в кино и там погулять пойти вечером а сейчас я больше отталкиваюсь от себя допустим если я устал я не пойду никуда если есть конечно еще сил допустим травка была не сильно там могу дойти до кино но опять же исключительно там в разовом режиме там раз в неделю может два раза неделю вот и сейчас я но больше профессиональный образ жизни веду чем раньше сейчас я разминаюсь перед каждой тренировкой по часу наверно в общем много что поменялось а помнишь окончание сезона когда болельщики скандировали твою фамилию когда на церемонии благодарности как команда вышла благодарить помнишь все это какие мысли были в тот момент в тот момент вот у меня были мысли радости что вот у нас есть такие болельщики я в этот момент вообще думал что я вообще всю жизнь могу в цска проиграть с такими людьми которые поддерживают болеют вот так вот тот момент я думал что блин цветка могу всю жизнь проиграть так может так и будет но ведь как раз плавно к теме цска какие ощущения после голого ворота мю забить манчестер да у меня на самом деле вообще никаких ощущений не было потому что мы тогда проиграли вот поэтому у меня вообще я но опять же я не спал конечно до утра после этого по традиции но именно было как бы смешанный я конечно немного рад был что забил там первый гол на профессиональном уровне на большом но такому сопернику но было больше горести от того что мы проиграли причем прям позором почти что ну матчи всякие бывают как настраиваешься вообще на встрече у тебя есть какой-то ритуал свой нет я до сих пор еще золотую середину как вообще настроиться на игру чтобы вот все учесть вот но в принципе понял что нужно не нужно сильно зацикливаться на игре потому что раньше я начинал за день до игры уже думать и уже все прокручивать уже все нельзя там не туда посмотреть не так сесть не тут постоять там ну прям вообще сейчас я больше уточни набор от меньше стал зацикливаться вот проще к этому относиться но в день игры уже когда ближе к игре я уже понимаю что вот он подходит час ответственности и тут надо уже реально сконцентрироваться перед матчами спишь или также как после матчей перед матчами ну по-разному бывает бывает плохо спится бывает хорошо но но это нет нет нервов нет мандража скорее просто да там какие-то другие факторы мешают мне знаю звуки какие-нибудь или холодные еще есть разница в циск и и сборной сложно сказать про что именно какая разница но может быть в атмосфере может быть вообще в целом то что в клубе ты все-таки постоянно сборные то вот эти маленькие 10 дней или ну да в принципе наверное нет там просто ты как бы больше как дома потому что там больше времени проводишь и для тебя все знакомо ты как бы приходишь и сразу как свои тарелки а здесь равно надо к чему-то привыкать тут свои как бы правила свой распорядок дня поэтому немного приходится перестраиваться но кардинально ничего это сильно не поменялось что есть такого циска чего нет у других команд ну тяжело сказать потому что я же не было других командах поэтому тяжело сказать но в циска не знаю я думаю у каждой команды свои какие-то плюсы и минусы вот но и просто я за себя могу сказать что в циска прям я чувствую себя как дома то есть мне очень комфортно все нравится команда у нас очень хорошая атмосфера хорошая вот поэтому я не могу ничего сказать против других команд потому что я не знаю какие у них там атмосферы и устой но у нас очень хорошая сплоченная команда и это я наверно могу назвать нашей сильной стороной самый интересный соперник в рпл спартак наверное ну каждый соперник по своему наверное интересный конечно есть команд с которыми неприятно играть вот есть с которыми интересно то есть есть футбол от которой ты получаешь удовольствие есть команды которые допустим приезжают и как бы не хотят играть просто отстаиваются и из-за этого как бы у тебя пропадает удовольствие тоже потому что ну тяжело это назвать футбол поэтому разные соперники бывают и в принципе ну с каждым по-своему интересно играть как про прокомментируешь итоги жеребьевки лиги европы для циска повезло не повезло на самом деле я вообще никак не прокомментирую потому что ну какие выпали такие выпали в принципе опять же и я не считаю что нужно там благодарить что повезло и не повезло с каждым соперником нужно играть стараться выходить на полную даже если бы были какие-то гранды нельзя хоронить себя все можно не выходить нас выигрывают вот с каждым надо биться и в обратном направлении тоже то что выпали соперники без громких имен это не значит что это будет легкая победа или еще что то поэтому я думаю что у нас группа не из легких поэтому будет тяжело и нам нужно будет продолжить максимум усилий чтобы выиграть представляешь себе на миг матч против милана выходишь я на самом деле когда когда милан тоже в лигу европы прошел но потом они по фэрплею там сами отказались грубо говоря играть вот и я даже думал что если милан попадется то это вообще два в одном сбудется и мечта побывать на милане на сан-сиро и сыграть против них еще может майка из кем-нибудь и забить еще но это было вообще вообще не уснула никогда и смешно спрашивают почему у тебя 20 номер 20 потому что у меня у мамы 20 числа день рождения и когда еще был маленький когда я только пришел мастер сатурн мне предложили номера на выбор 20 21 22 вот и я тогда думал и с чем их ассоциировать и вот ассоциировалось что у мамы 20 день рождения и тогда я взял 20 и в то время я думал что вот он мой номер я всю жизнь буду под 20 на карате все он будет рукой не нужен а в детстве девятка десятка дрались из-за номера у нас да дрались но но опять же для меня такого не было то есть мне эти номера не нравятся бы это странно не звучало вот я мне нравится 20 у меня есть с ним ассоциация и я вообще не считаю что есть какая-то закономерность номерах то что там 10 это допустим там лучший игрок 9 это там нападающий любой может брать номер как он хочет это просто так как бы есть устои такие вот но для меня такого нет для меня вот 20 это лучший номер который есть ну и давай потихонечку закругляться приходим к вопросам личным почему так мало фотографий в инстаграме сейчас это это тоже переломный момент после травмы потому что много разного писали и хорошего и плохого бывали тоже писали там писали круглая слава богу что ты там травму получил то есть я все равно там некудышный футболист там все такое вот и просто удалил даже для того чтобы самому меньше заходить в инстаграм и тратить на это времени потому что я тогда я вообще реально был сконцентрирован на основлении не хотел просто время тратить вообще на лишние какие-то ненужные занятия вот сейчас я ну просто как бы свыкся с тем что мне как бы он особо не нужен инстаграм то есть я я в него захожу я смотрю там иногда новости ленту но что-то свое показывать не знаю не вижу смысла в этом большого понял хобби чем занимаешься в свободное время помимо машин и игров ну я люблю в кино ходить в кино часто ходим ну насколько фильм выходит настолько и ходим вот я люблю в кино ходить на ужастики вот больше всего эмоции от них на испытываю атака на разные фильмы ходим вот по возможности но наверное это мое хобби а больше как такого такого нет но могу там не знаю почитать иногда или еще что-то поел там сходить просто погулять но больше больше всего нравится кино ходить любимая книга может быть ну я не супер много читаю поэтому не могу сказать что прям любимая но больше всего из всего что я прочитал мне зашло это дэн браун вот я читал код да винчи там код происхождения ангелы и демоны вот и ну и все три книги мне очень понравились интересно написано хоть они не маленькие там страница по 500 по 600 но я читал и мне прям нравилось я даже хотел там побыстрее прийти почитать что же там будет дальше потому что ну реально интересно написано любимый фильм фильм вообще нет любимых я вообще не смотрю фильмы почти я не в кинотеатре смотрю но именно дома там чтобы что-то пересмотреть или что-то мне прям запомнилось такого нет я больше хожу так расслабиться посмотреть фильм и уйти и все и забыть допустим такого что прям любимые и там вообще впечатлился такого нет но сериала и наверное больше сериал есть любимый кого их много ну мне нравится побег острые козырьки ну все на банальные сериалы которые всем нравятся вот и мне не нравится пристал пристал из головы вылетела меня заговорил посмотреть вот я до конца не не верил даже себя убеждал что блин как это может вообще нравится потом сам посидел посмотрел в итоге весело пересмотрел там ждал нового сезон когда он выйдет любимая музыка музыка ну рэп ну я не знаю как можно это или рэп назвать там с попсой немного вперемешку вот но больше на русский рэп я слушаю это я слушаю маркула не знаете маркул мне наверно сейчас больше всего нравится коржа слушаю вот этого я знаю вот в детстве вообще слушал по такому тяжелому проходил стамске лет слушал системов и даун рамштайн развеси там вообще это я когда был маленький слушал расскажи пожалуйста какую-то пищу предпочитаешь может быть любимое блюдо у тебя есть любимая сладость любимое блюдо это картошка и гуриные котлеты наверно это мое любимое блюдо вот нет я не гурман вообще даже на чуть-чуть я просто ем обычную еду и все ее предпочитаю я конечно люблю там оторваться поесть какой-нибудь гамбургер там наггет или еще что крылья какие-то вот но это так в разом режиме когда тебе очень сильно хочется идешь поешь и потом допустим тебя отбивает желание там на неделю вообще вот именно вот блюдо это наверно картошка и куриные котлеты большое количество просто дам поступило константина ваше сердце занято очень много интересующихся да есть девушка может просто не считаю нужным это там рассказывать какие-то виды спорта кроме футбола следишь нравится на самом деле вообще никакие вот ни один вид спорта я вообще не смотрю и мне как бы может конечно от проникнуться просто я особо сильно не углублялся но мне я пытался смотреть хоккей потому что ну у нас много стране кому нравится хоккей и у нас есть много заслуг в этом виде спорта но опять же я пытался смотреть мне вообще не нравится пытался смотреть баскетбол тоже не нравится и поэтому я вообще ничего не смотрю что для тебя главное в человеке ну наверное искренность наверное чтобы человек всегда был искренен с тобой там говорил даже когда что-то плохо что плохо и всегда в общем говорил правду главная футбольная мечта и мечта в жизни футбольная мечта наверное играть как можно больше и получать как можно меньше травм это наверно такая мечта да это и в жизни футбольная одна мечта вот такая вопрос интересный самый странный подарок в твоей жизни который ты получал от близких самый странный или может быть самый запоминающийся на самом деле да нет такого наверно потому что у нас вообще особо такого прям как допустим устроить сюрприз какой-то там вот у меня в семье допустим такого не было никогда ну то есть мы дарили на какие-то определенные даты подарки друг другу ну такие небольшие обычные там маме носим арт цветы и там не знаю папе там на день рождения что-то мы с мамой выбирали духи какие-то и все ну обычные подарки ничего особенного такого не было как относишься к творчеству фанатов в плане ну прям перфоманс какой-нибудь перфоманс различный запоминающийся в общем целом круто на самом деле даже ну когда вот выходишь и мне прям очень впечатляет когда допустим какой-то большой баннер на весь сектор вывешивают и ты понимаешь насколько там сложно это было все сделать сколько сил потратили но это реально круто смотрится вообще круто сделано поэтому респект таким фанат часто бываешь в рязани и узнают ли тебя в родном городе и не в москве или на улицах узнают ли ну узнают да и в москве и в рязани ну ничего не супер часто там прям такого не что прохода дает не бывают подойдут сфотографируются раз-два и все в принципе нет такого что прям часто узнают вот даже наверное в москве чаще узнают чем в рязани и даже так вот и а в рязани я редко было последнее время вообще не приезжаю вот думал сейчас приеду в сборную показали вот поэтому следующий раз не знаю когда получится потому что сейчас начнется лига европы напряженный график и теперь я думаю что до отпуска только в одном из интервью ты рассказывал о том что учился музыкальной школе на каком инструменте играл и и почему не сложилась музыкалка футбол победил ну играл на фортепиано хотели мне дать на гитару но чтобы пойти на гитару нужен один инструмент чтобы ты выучился на какой-нибудь один инструмент и меня дали вот на фортепиано и это была инициатива родителей вообще я с детского сада еще пошел то есть к нам пришли в детский садик проверять слух и кто более-менее музыкально тех забирали и вот с этой времени я как бы попал туда а когда уже вырос и начал как бы размышлять и понял что это вообще не мое мне это вообще не нравится и просто в один день пришел но это было очень тяжело потому что занимался утром футбол потом во вторую смену я шел в школу по старой смены часов в семь приходил домой в восемь шел музыкалку в десять вечера приходил и делал уроки там до часу до двух ложился спать утром опять на тренировку и вот таком графике тяжелым я просто пришел домой и закатил истерику что я не пойду больше музыкальной школы и напоследок скажи вот из твоих ближайших целей задач что вот перед собой ставишь выиграть всему там кубок уэфа там лига чемпионов но вот какие-то тебя ближайшие мысли вообще цели футбольные цели цель сейчас просто мне нет такого что я на будущее прям сильно думаю я просто хочу играть там прибавлять быть больше полезным в команде вот сборной да если будет такая возможность и в принципе все спасибо а кое-что согласился прийти к нам кости уважаем болельщики у нас господин кучаев полузащитника цска и молодежной сборной россии спасибо вам за внимание присылайте еще вопросы будут еще у нас гости спасибо